Я теперь могу 45 минут разговаривать, а то ты, Марин, все никак не ленится и не даешь мне напомнить людям о нескольких важных вещах. Ну, первое, что я хочу вас вообще спросить, мне искренне интересно, есть ли здесь вообще в аудитории герои, которые смотрят все с самого начала, с самого первого выступления Елены Темичевой. Если есть такие люди, напишите в чате слово «Я» и просто поддержите своим настроением, своим присутствием и спикеров, которых еще впереди, да, и определенный путь, и людей, которые тоже вместе с вами находятся здесь на протяжении многих часов. Наташа здесь с нами, Татьяна здесь, Александра здесь, Татьяна, Катя, Ирина, Алена. Лариса. Ё-моё, Лариса, вы вообще, конечно, мои герои. Спасибо вам большое за поддержку, потому что, если бы вас не было, мы бы, наверное, уже давно свернулись. Искренне вам благодарны, что вы, правда, выделили весь день для того, чтобы поработать с собой, для того, чтобы поработать с нами и для того, чтобы послушать то, чем мы пользуемся и то, чем мы хотим с вами поделиться. Ну, перед тем, как я перейду к своей уже такой презентационной части, как я вам обещала, в своем первом выступлении я тоже буду показывать какие-то таблицы и какие-то программы, которые им пользуюсь я, и искренне надеюсь, что они будут вам полезны для того, чтобы свои процессы тоже разложить и по своим процессам провести аудит, сделать это самостоятельно, сделать это вместе со своей командой. Сейчас покажу определенные решения, которые вам могут упростить жизнь. Но перед этим несколько еще важных моментов. Значит, смотрите, для тех, кто недавно присоединился и для тех, кто задает вопросы в чате, будет ли видеозапись, будут ли презентации, где вообще искать материалы, я вам напомню, что все мы сейчас находимся на YouTube-канале Архангельского центра социальной технологии Гарант, и вы видите под этим видео красную кнопку подписаться. Я вас искренне призываю, все, кто это не сделал, прямо сейчас нажать на эту кнопку подписаться, потому что как только на YouTube-канале Гарант выйдут все видеоматериалы с нашего сегодняшнего марафона, вы обязательно получите уведомления от YouTube и не пропустите ни один ролик. Это первое, что нужно сделать. Также все материалы мы вышли по вашим электронным почтам, которые вы указывали во время регистрации. Если вдруг вы не зарегистрировались и по какой-то причине сюда попали, ну, например, по прямой ссылке с Facebook, с какого-то поста Марины или центра Гарант или благосферы одних из партнеров и организаторов конференции, то еще не поздно зайти на сайт силовмести.ру и пройти путь регистрации, тем самым мы получим вашу почту и на нее вышли все видеоматериалы. И теперь по поводу презентации. Значит, много уже было вопросов и споров на тему того, что нам делать, нам фотографировать экран, нам делать скрин или все-таки презентации будут. Я повторю тоже, что некоторые презентации у вас будут от тех спикеров, которые согласились представить презентацию, но не все спикеры решили с нами поделиться презентацией, поэтому имеют полное право, не расстраивайтесь, вот все, что у нас есть, мы точно от вас ничего не скроем и точно с вами всем поделимся. Дальше второе, что хочу сказать, тоже уже несколько раз мы проговорили, но тем не менее, у нас стартует цикл под названием «Умная суббота и другие дни недели». Соответственно, в течение восьми недель, ближайших по субботам, будут проходить двух-трехчасовые практикумы, в ходе которых мы уже руками непосредственно будем настраивать все то, о чем сегодня говорим. Мы будем настраивать и наши CRM-системы, мы будем настраивать и наши сайты, мы будем смотреть, как создать сайт вообще с нуля, быстро, за два часа. И первая «Умная суббота» завтра ее веду я и буду говорить про инструменты и программы для проведения онлайн-мероприятий, подлеты, кахуты, квизисы, мира и так далее и тому подобное. Все то, чем вы можете абсолютно точно бесплатно пользоваться, когда работаете со своей аудиторией. Ссылку на регистрацию на «Умную субботу» Марина пришлет. Кстати, кто уже зарегистрировался, поставьте тоже в чате плюсик, чтобы я знала, что мы с вами завтра увидимся и не успела по вам соскучиться. Ну и третья вещь, которую я хочу сказать перед своим выступлением, пока вы ставите, я искренне надеюсь, свои плюсики, а Марина нам высылает еще раз ссылку на регистрацию на «Умную субботу». Мы от вас ждем, конечно же, отзывы в социальных сетях, на Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте о том, как прошел марафон, про что для вас был этот день. И если вы напишите отзыв и поставите хэштег «Сила вместе», отметите в активной ссылке организаторов мероприятия «Центр Гарант» Марину Михайлову и «Благосферу», то мы вам будем очень благодарны и напишем в комментариях вам спасибо, поставим смайлик, отправим сердечко, ну и все такое прочее. В общем, будем очень вам благодарны, если вы как-то тоже в социальных сетях себя проявите и расскажете своим друзьям, коллегам, подписчикам, что вы были здесь и что вы для себя вынесли. Ну все, у меня по новостям все. Так, я смотрю, уже много людей зарегистрировалось у нас на «Умную субботу». Круто, Таня, Наташа, Катя, Света, Женя, Жанна, Татьяна. Завтра мы с вами со всеми увидимся. На вашей почте, которую вы указали при регистрации буквально за несколько часов до начала мероприятия, придет ссылка, мы с вами провалимся в Zoom и будем там с вами изучать инструменты заявленные. Ну что, у меня тема про аудит процессов. И сейчас я загружу, наверное, свою доску. Я буду работать с доской. Почему с доской? Что это за доска? Я, кстати, в том числе буду рассказывать завтра во время нашего мероприятия, во время нашей «Умной субботы». Но сегодня тоже коротко покажу этот инструмент. Возможно, вы с ним уже знакомы, возможно, вы уже работаете днем и, возможно, вы уже туда присоединили свою команду. Но если нет, то вы на экране видите в строке браузера, как называется эта доска. Она называется Miro. Все очень просто. Четыре буквы Miro.com. И здесь вы можете создавать такое некое пространство для размышлений, некое пространство для ведения своих дел, для ведения своих задач. И благодаря тому, что в этой программе уже есть определенное количество шаблонов, работать с программой становится намного проще. Безусловно, есть какие-то платные версии, платные тарифы, но то, что я вам показываю, все сделано на бесплатном тарифе, поэтому пугаться не надо. И, в принципе, еще раз повторю, все, о чем я буду рассказывать завтра, тоже можно спокойно, бесплатно использовать в ваших организациях. Ну, мои коллеги сегодня достаточно много уже сказали, да, вот в этом блоке внутренней процессы и про стадии развития некоммерческой организации, и про стратегические зоны, и контрольные показатели. И Сережа уже по процессам, по определенным раскладывал, как это может выглядеть в CRM-системе. Ну, вот я вам покажу некую свою логику, да, и покажу, как непосредственно я ее раскладываю в доске для того, чтобы уже перейти в некую практическую плоскость. И я прекрасно понимаю, что процессы, которые у вас происходят внутри организации, их очень много. И кто был у меня сегодня на первом выступлении, когда мы говорили про элементы упаковки, выписывали 82 элемента и задавались вопросом, из чего начать, а куда двинуть, а какой для нас элемент приоритетнее. Вот примерно по такой же логике мы с вами сегодня пойдем. Начнем укрупненно, из каких укрупненных элементов состоит ваша организация, дальше постараемся каждый элемент разложить на процессы, и я расскажу, как работаю я, как я оцениваю эти процессы, и как я оцениваю некую приоритизацию для их внедрения. Давайте начнем с первой доски, с укрупненных элементов и зон, на которые делятся наши организации. Сейчас не принципиально ресурсный центр, некоммерческая организация или в целом организация, хотя, конечно, здесь есть некоторые зоны, которые для нас, как для некоммерческой организации, важны в таком понятийном смысле, потому что они называются действительно не в классическом коммерческом смысле продажи или производства, а все-таки они переименованы. Так вот, если мы укрупненно с вами возьмем некоторые элементы, то в целом все, что у нас происходит внутри, можно разделить на следующие части, можно еще больше укрупнить, можно, наоборот, еще больше раздробить, но вот сегодня я взяла вот такой вот макет, это стандартный макет от спочки ценностей, от спочки ценностей, которая, ну, представлена миру уже больше, чем, наверное, 40 лет, и если мы с вами говорим про укрупненные элементы, то я выделила сегодня для разговора следующие элементы, которые мы с вами уже непосредственно декомпозируем. Это все, что касается персонала и все, что касается внутренней коммуникации, это все, что касается развития, это администрирование, это продукты или ваше все содержание, программы, проекты и так далее, это маркетинг, это фандрайзинг, отдельно вынесла я финансовая бухгалтерия, отдельно вынесла качество и квалификации, и то, что я вам сейчас показываю, это не значит, что вам нужно брать это за основу и идти по этой же логике. То есть ваша задача сейчас просто критически посмотреть на меня, на мое выступление, на мою доску и для себя принять решение. Да, интересно, мне этот подход понятен, как двигаться хотя бы по шагам и с чего начать, и вы можете брать его за основу. Но, еще раз повторю, в первую очередь вы начинаете с укрупненного выделения элементов, которые есть у вас внутри организации, они могут не совпадать с тем, что сейчас представила я, могут совпадать, если вы не хотите придумывать что-то, изобретать что-то свое, можете просто вот брать вот эту мою доску и двигаться по ней. Значит, после того, как мы с вами определили некоторые укрупненные элементы, из которых состоит наша цепочка, мы с вами начинаем в каждом элементе копаться, мы начинаем смотреть, из чего он состоит, мы начинаем детализировать каждый элемент, и здесь они у меня на карте представлены вот в таком вот виде, если смотреть издалека, это такие рыбки с хвостиками, но мы можем с вами посмотреть вблизи, вот сегодня тоже и Саша Маслова нам рассказывала про то, где можно сегодня пользоваться, в том числе и бесплатно ментальные карты, в каких программах строить, но и, как вы видите, Мира тоже позволяет нам строить некую ментальную карту, и я попробовала наши укрупненные элементы разделить на тоже определенные составляющие, и сейчас не буду комментировать, естественно, каждую, просто расскажу вам о том, что, или вы тоже можете смотреть за моим экраном, расскажу вам о том, что я включила в тот или иной элемент, опять, это не значит, что это вы должны взять за основу, это значит, что вы просто берете некую свою укрупненную зону и начинаете ее внутри бить, какие для вас важны процессы, какие там вообще стоят составляющие, из чего вся эта зона складывается и так далее. Ну вот, как я вам говорила, я выделила несколько крупных зон, это персоналы, коммуникации внутри команды, которые разделила на важные для себя составляющие, организующая схема, процесс общенайма персонала, кадровый учет, расширенные должностные инструкции, их наличие, составление и вообще, как они работают внутри организации, система обучения, система аттестации, наличие стажировок, внутренняя коммуникация. Если есть какие-то мысли, идеи, можно мы спокойно нажимать плюсик и добавлять сюда все, что угодно, нам позволяет это делать доска, просто вам показываю возможности, что вы можете прямо после нашей встречи брать, открывать эту доску и пробовать в ней что-то, собирать какие-то свои элементы. Значит, дальше, да, мы с вами идем по всем нашим укрупненным зонам, зона развития, как у нас происходит информирование новой публики об организации, информирование новой публики о продукте. Все, что я вам показываю, я вам показываю на своем примере, на примере своей организации, то, как работаю я. Какие-то моменты могут вам подойти, какие-то моменты могут вам не подойти, поэтому еще раз повторяю, рассматривайте вот с точки зрения критического мышления. Дальше я сюда включаю работу со СМИ, проведение общественных мероприятий, участие в общественных мероприятиях, работа с краслевыми организациями, водные услуги в нашем ресурсном центре, первые продажи, репутация, рекомендующие клиенты, амбассадоры, адвокаты вашего бренда, сильные партнеры, ваше присутствие в других регионах, внешний вид организации, внешний вид сотрудников, репутация программ, проекты. То же самое, можно добавлять что-то, можно убирать, можно переносить спокойно любую из этих составляющих в другой элемент. Дальше я беру блок администрирования и тоже его раскладываю на определенные составляющие, на определенные блоки, которые, вот кто был сегодня на первой нашей встрече про элементы упаковки, когда мы брали с вами укрупненные элементы, каждый укрупненный элемент мы с вами раскладывали на подэлементы, а потом смотрели, что каждый подэлемент можно еще больше детализировать. Вот здесь у нас с вами происходит то же самое, мы можем брать любой подэлемент, из этого подэлемента прописывать еще дополнительные какие-то важные для нас вещи, прописывать какие-то важные для нас уже непосредственно процессы, то есть так или иначе дробить на конкретные шаги. Значит, в администрирование, да, я включила и, в принципе, наличие лидера, и репутацию руководителя, его экспертность, его уровень квалификации, и есть ли оргполитика там техническая, административная и так далее, и, значит, безопасность организации, работа законодательных мнений и т.д. Значит, следующий блок мы с вами берем, блок маркетинг, и тоже его расписываем максимально, у меня расписан не максимально, у меня также расписан укрупненно, но мы с вами расписываем максимально на те составляющие, из которых он может состоять. Что будем дальше делать с этими составляющими, расскажу чуть позже, какие составляющие начинать брать в работу, почему их начинать брать, почему не начинать брать. Сейчас мы с вами перейдем к приоритизации, но второй шаг, еще раз повторю, укропненно все элементы мы с вами разбиваем на максимальное пространство вариантов. То же самое у нас с вами происходит с фандрайзингом, то же самое у нас с вами происходит с финансовым бухгалтериями. Что у нас с фандрайзингом? Есть ли у нас база существующих доноров? Есть ли у нас база потенциальных доноров? Есть ли у нас фандрайзинговый план? Есть ли у нас сегментация жертвователей? Есть ли у нас рекуррентные платежи? В каком виде у нас вся документация, договоры по жертву и так далее? Если у нас такой процесс, как апгрейд доноров, вообще мы о нем думали, когда-то говорили, важен он для нас или не важен. Если у нас коммуникационная стратегия для доноров, если личный кабинет жертвователя, если у нас метрики, аналитики, по которым мы изучаем, кто откуда пришел, какие конверсии и так далее. Если у нас платежная система, ну да, если есть, то, соответственно, из нее вытекает большое количество процессов в том числе. Если у нас фандрайзинговый бюджет внутри фандрайзингового отдела или внутри организации. Значит, дальше финансовая бухгалтерия мы с вами разбиваем, говорим про такой элемент, как продукт и тоже делим его на составляющие. Если у нас паспортизация программ, понятно описанная технология создания продукта, отзывы о продукте, кейсы о том, как ваши благополучатели, клиенты пользовались этим продуктом, в каком виде архив реализованных проектов, насколько сильна и вообще в каком виде квалификация продуктовая команда, какие-то презентационные материалы, как каждый продукт упакован. Да, вот смотрите, берем с вами даже элементарную составляющую, как упаковка, ее раскладываем по всем тем процессам, о которых говорили в утренней встрече. Наличие контрольных показателей, технологии обслуживания, коммуникации с благополучателями, циклы реализации проекта, базы знаний по проекту, какие-то регламенты и так далее. То есть сюда вы выносите все, что для вас важно внутри каждого укрупненного блока. Качество и квалификация тоже расписываем на некоторые подзадачи, на некоторые подэлементы. Какое-то наличие внутренних стандартов, контроль следования стандартам, оценка эффективности программ, проектов, постопросы, внутренняя база знаний, внутренний обучающий центр и так далее. После того, как мы с вами разложили все наши с вами укрупненные элементы, укрупненные зоны на дополнительные элементы, из которых, естественно, вытекает дополнительное пространство в принципе процессов, мы с вами задаемся вопросом, как вообще понять по каждому этому шагу, как провести, о чем мы говорим, аудит этих процессов, по какому принципу, по какому подходу. Я сейчас расскажу о том, чем пользуюсь я. Наверное, это такой самый простой принцип, по которому действительно можно пользоваться, не имея даже никаких дополнительных знаний, инструментов, не имея дополнительной квалификации. Я очень часто вообще о нем рассказываю и в первую часть своего выступления в упаковке я тоже уже говорила про вот этот вот такой подход в виде шкалирования. Значит, смотрите, мы с вами уходим дальше в следующую доску, когда мы берем укрупненно один элемент, который расписан на какие-то там задачи или уже процессы, если вы расписали конкретно на процессы, и мы с вами отвечаем на несколько вопросов. Вот здесь вот у меня есть пример по тому, как отвечаю я. Давайте я вам расскажу алгоритмы, как это происходит. Ну, первый вообще блок, да, как вы видите, сюда я выписала основное направление, основной элемент. Первый вопрос, который я себе вообще задаю, в принципе, есть ли у меня этот элемент или у меня этого элемента вообще нет? Есть ли у меня этот процесс или у меня этого процесса нет? То есть здесь, соответственно, ответ очень простой, либо да, либо нет. То есть здесь других вариантов не существует. То есть если он у вас есть, но он прямо отвратительно вообще выглядит, мы все равно с вами отвечаем да, потому что для нас это основа для некой дальнейшей работы. Значит, после того, как мы оценили каждый элемент да или нет, имеется он или не имеется, мы с вами непосредственно оцениваем его по очень простой шкале от 1 до 10, где десятка это прям, ну, супер круто, вы полностью довольны тем, как это работает. У вас все максимально описано, то, что надо автоматизировано. И единица — это прям совсем начальный уровень. То есть если вы обратили внимание, даже там, где я поставила, что этого элемента или этого процесса еще нет, я ставлю единицу. То есть у меня нет понятия 0, у меня есть единица, потому что если я для себя его выписала, то это значит, что я, ну, как минимум, лежу на пути к внедрению этого элемента. Итак, я оцениваю от 1 до 10, на каком уровне, как кажется мне, у меня так или иначе этот элемент внедрен. Значит, после того, да, вот 3, 1, 5, 6, 4, 1, 1, 1, 4. Значит, после того, как я поставила оценки от 1 до 10, я начинаю описывать, что такое 10. Ну, то есть что такое для меня десятка? Как я вижу процесс найма персонала в свою организацию на десятку? Ну, некий идеальный процесс, как он должен выглядеть. То, что здесь какое-то определенное количество слов зафиксировано, не обращайте внимания. Эта доска, если вы вдруг захотите ей пользоваться, она позволяет написать любое совершенно количество слов. То есть я здесь описала просто, ну, там, несколько вводных примеров для того, чтобы показать вам, как это действует. Но, да, вы здесь не ограничены двумя строчками абсолютно точно. По каждому пункту, как я уже говорила, у меня описано некое видение, как это должно выглядеть. И после того, как я описала некое видение, как это должно выглядеть, я задаю себе вопрос. А как выглядит текущая ситуация? Ну, то есть когда вы поставили какому-то элементу тройку, вы же почему-то для себя оценили, что это тройка, что это не единица, что это не шестерка. То есть что-то у вас уже сделано такого, что вы можете сказать, да, у меня уже это внедрено на тройку. То есть вы описываете некую текущую ситуацию по тому, что у вас происходит сейчас. И это же самое упражнение мы с вами проделываем для абсолютно каждого укропленного элемента. То есть, да, вот для персонала коммуникации, для развития, для администрирования, для фандрайзинга, для маркетинга, для финансовой бухгалтерии, для продуктов. Значит, после того, как мы с вами описали каждый из этих шагов, после того, как мы с вами оценили от 1 до 10, насколько внедрено, насколько вас устраивает результат и описали то, к чему вы идете, здесь я как раз уже перекажу к приоритизации, понимая, что в большинстве организаций вы армия из одного человека, или ваша организация состоит там из двух-трех единомышленников, и понимая, что, ну да, конечно, все это интересно, тут что-то какие-то доски, какие-то рыбки нарисованы, тут зеленый цвет, тут голубой, но кто все это будет делать, непонятно. Я перехожу опять к таблице, которую сегодня показывала, таблицу, которую я использую для приоритизации, таблицу, с которой, собственно говоря, тоже уже рассказывала про своего ментора сегодня Сергея, продуктолога Альфа-банка, который меня в том числе учит переводить где-то из хаоса в конкретные практичные структурные вещи, и в том числе делюсь этой таблицей с вами. Значит, смотрите, я все вот эти элементы переношу себе в таблицу приоритизации. Вот они у меня все, которые я выписала. Это не говорит о том, еще раз повторю, что у вас будут те же самые элементы, это говорит о том, что вы сюда переносите ровно то, что вы для себя определили важно. Значит, после того, как мы перенесли все элементы, после того, как мы, в принципе, поняли, какие у нас элементы, ну или там процессы, да, если вы уже детализировали в процессы, после этого мы с вами определяем, ну, каким-то образом, с чего начать. То есть мы поняли по каждому процессу, что, да, там что-то на тройке, что-то на пятерке, там что-то на семерке, возникает вопрос, с чего вообще начать. Начать с того, что уже на семерке, потому что, ну, уже сделана какая-то работа и нужно докрутить до десятки. Или начать с того, что на единицы, потому что, ну, семерка, в принципе, это уже хорошо, да, уже что-то есть, а единица – это, в принципе, ничего. И вот как я вам сегодня показывала упаковки, мы начинаем действовать, ну, как-то хаотично, интуитивно и пытаемся делать то, что можно сделать, допустим, быстро или с низкими затратами, и в результате мы не приходим к результату, который ожидали, ровно потому, что мы для себя не расставили вот эти самые приоритеты. Значит, для того, чтобы расставить приоритеты, я выбираю факторы, по которым я буду оценивать каждый из этих элементов. Значит, смотрите, я здесь выбрала факторы, кто сегодня был, я о них уже частично рассказывала, кто нет, повторю, добавлю также информацию вот про веса в том числе. Значит, какие факторы я выбрала для оценки своих элементов? Да, сразу повторю, это еще раз скажу, это реальная таблица, то есть, ну, это то, что важно для меня, это вот то, что проделала я для того, чтобы определить, что происходит сейчас в организации, и это, да, не с потолка взятые какие-то цифры, это действительно там проделанная мной некая оценка. Значит, смотрите, я для себя выделила следующие критерии, по которым я принимаю решение. Значит, критерий номер один – это важность. Ну, важность, Сергей, мой ментор еще называет, это критичность, но все-таки мне больше нравится слово важность. Я для себя по пятибальной шкале, там, от одного до пяти оцениваю, насколько для меня реально важно, чтобы этот элемент или чтобы этот процесс действительно был внедрен и действительно работала вот на ту самую десятку, которую я для себя до этого описала. То есть здесь для меня пятерка – это супер важно, ну, да, я без этого не могу жить, и действительно я понимаю, что если у меня будет вот по этому направлению идеальная картина, то я совершу некий прорыв. А Денис – это, ну, в принципе, как-то многие говорят, нормально же все было. Про фандрайзинг мне очень часто так говорят, когда мы пытаемся что-то внедрить в фандрайзинг, мне говорят, Вика, зачем ты пришла, нормально же без этого фандрайзинга все было. Вот, ну, то есть Денис – это, в принципе, когда нормально же все было, можно, наверное, ничего и не экспериментировать. Следующий такой критерий, по которому мы расставляем оценки – это легко сделать, легко наладить этот процесс или сложно. То есть пятерка – это легко, ну, в принципе, как бы, что значит легко? Сразу забегая вперед, легко – это не значит быстро. Легко – это значит, что, в принципе, вам все понятно, как это делается, и там большого ума, возможно, и не надо, а, возможно, если не надо, то он у вас есть под рукой, ну, то есть это сделать легко, это пятерка. Если это суперсложно сделать, вы не представляете, как это сделать, то, соответственно, это единица. Следующий фактор вот как раз называется словом «быстро», когда мы с вами определяем, насколько действительно быстро это можно внедрить. Еще раз повторю, это не про легко, это может быть сложно, но это можно сделать быстро. Пятерка – это супербыстро, да, скорый, фактор скорости, единица, соответственно, нет. Значит, следующий для меня критерий важен – это финансовая эффективность. Если у меня будет налажен этот процесс, вырастет ли, ну, некий финансовый результат, да, в целом моей организации, моего центра, ну, то есть если пятерка, то, ну, очевидно, да, супер вырастет, причем можно вот так вот, да, например, сходу, если вот это не оценивать все, можно сходу сказать, ну, понятно же все, если я внедрю какие-то фандразинговые процессы, то понятно, что здесь пятерка, то есть, конечно, у меня финансовый результат увеличится. А если я, например, внедрю какие-то процессы, которые связаны, например, с администрированием, но, скорее всего, финансовые результаты не вырастут. Это, ну, как бы утопия, это такой подход, в котором, собственно, живет огромное количество организаций, и поэтому большое количество организаций, в принципе, и даже среди нас с вами, они топчутся на месте, потому что они почему-то вот живут вот в этой концепции. Значит, дальше у нас с вами такой критерий, как репутация, и здесь мы отвечаем на вопрос, если я налаживаю этот процесс, если он у меня будет действовать, если он у меня будет работать, насколько это повлияет качественно на мою репутацию, насколько она вырастет. Соответственно, мы ставим тоже либо пятерку, либо там один, два, три, четыре. Мой любимый критерий, он называется драйв или он называется интерес, когда, ну, наверное, я его для себя лично вот просто оцениваю, насколько мне приятно и прикольно вот этим процессом заняться, насколько мне само это интересно, то есть тоже пятерка – это прям суперинтересная единица, ну, какая-то чушь, я точно не хочу в это вникать вообще никогда в этой жизни. Ну, и такой критерий, как низкие расходы. Пятерка – это значит, что, ну, супернизкие расходы или их практически нет, единица, конечно, это значит, что дорого. Значит, после того, как мы с вами оценили по вот этой вот пятибальной шкале некоторые наши, точнее, все наши элементы, которые мы перенесли в эту таблицу, мы здесь можем сделать дополнительно несколько вещей. Ну, во-первых, у нас у каждого критерия так или иначе есть вес, и здесь вы можете работать в логике веса важности, да, что они там в сумме должны составить единицу или они в сумме должны составить 100%. Можно работать в логике, не знаю, прям, ну, супер такой тупой, где вы просто умножаете количество баллов по какому-то критерию на определенное количество баллов. Вот, например, я для себя конкретно в этой таблице расставила следующие веса важности. Ну, то есть для меня супер, ну, супер важный просто критерий – это, конечно, финансовый результат, финансовая эффективность. Сколько в результате, да, я понимаю, что мне нужно вложить какие-то ресурсы трудовые, интеллектуальные, финансовые, материальные для того, чтобы наладить определенные процессы, поэтому для меня, конечно, супер важно, какие я получу с этого финансовые бонусы. Ну, и я еще увеличила, да, здесь можно поставить, в принципе, везде единицу, как я вам показывала, когда мы рассматривали элементы упаковки, в принципе, вот так вот все это выглядело, да, мы каким-то образом оценили наши процессы, ну, и давайте посмотрим, отсортируем, и давайте посмотрим, что у нас вот в топ-6. В топ-6, да, это расширенные должностные инструкции, система аттестации, паспортизация программ, внутренний контроль стандартов, экспертность руководителя, уникальная технология производства. Давайте я выделю жирным шрифтом. И еще раз, это история про то, что я критериям не добавила веса важности, то есть для меня в данном случае все критерии, они абсолютно точно одинаково важны по отношению друг к другу, но если все-таки я начинаю думать о том, что вот финансовая эффективность для меня прям супер важна, такой критерий, как важность, как бы это странно ни звучало, тоже супер важен. Ну, я думаю, что для меня, конечно, важна скорость, ну, потому что многие, кто со мной знакомо, знают, что я вообще за скорость и за то, что сегодня побеждает не самый умный, а самый быстрый, поэтому скорость для меня важна, очень для меня важен драйв, потому что без него я никак вообще работать не буду. Ну, наверное, репутация, репутация, расходы и легко сделать, вот такие веса важности я поставила. Значит, смотрите, что у нас получается, когда я сдала некие веса важности, критерия. Как вы помните, я выделила жирным шрифтом то, что у меня выделилось в первый раз, когда у всех критериев были одинаковые веса важности. Ну, да, мы видим, что очевидно появляются три лидера, спортизация программ, экспертность руководителя, уникальная технология производства. Ну, и дальше у нас появляется еще вот взаимодействие с банковскими продуктами, внешний вид организации, миссии. Ну, интересно. Значит, после того, как мы с вами определили, с чего вообще начать, здесь, да, можно, в принципе, задать любую логику, но вот я там для себя определяю, что вот эти вот, не знаю, там, наверное, шесть, пять, шесть задач я возьму на работу во втором квартале, полтора месяца всего осталось. Ну, вот, наверное, я справлюсь с тем, чтобы вот эти вот шесть элементов довести как раз, ну, пусть не до десятки, но хотя бы я могу вернуться в предыдущую доску, на предыдущую доску, понять, насколько я оценивала, на каком уровне сейчас внедрение у меня эти элементы, понять, что такое для меня десятка, ну, и хотя бы для себя определить, что до конца второго квартала у меня эти элементы, ну, например, там, выйдут там с трех баллов до четырех баллов, то есть какие-то ближайшие шаги. Соответственно, здесь, там, если мы остаемся, там, в логике, да, нашей доски, можно сделать такой стандартный, стандартный канбан, да, где вы уже непосредственно беретесь те элементы, которые у вас набрали наибольшее количество баллов, ну, вот я здесь выделила для примера просто те элементы, которые у меня получились без, ну, точнее, не без, а с теми весами важности, которые были до этого, потому что, как вы помните, я их стерла, а потом поставила новые и забыла, какие были на самом деле правильные. Ну, в общем, пять таких у меня элементов были на первом месте. С тем, мотивация, рекуррентные платежи, точки контакта, отзывы о продукте, и годовые отчеты. Ну, и непосредственно здесь мы тоже с вами переходим к некой детализации после того, как мы поняли, что, ну, давайте на примере, да, системы мотивации. Возвращаемся сюда. Мы систему мотивации с вами оценили на 4 балла, описали, что такое десятка и описали, что такое четверка. Ну, то есть, какие мы должны сделать действия, чтобы к концу второго квартала перейти хотя бы на уровень пятерки. Я не говорю, естественно, про десятку, просто на уровень пятерки. И вы эти шаги переносите сюда, добавляете какое-то определенное количество шагов под задачи, с которых может состоять движение непосредственно к вашей пятерке. Ну, здесь ничего комментировать не буду, здесь такой стандартный, наверное, компан, знакомый всем, где у нас есть с вами просто задачи. Есть те задачи, над которыми мы работаем сейчас, и есть те задачи, которые выполнены. Ну, вот, коротко, да, функционально. Здесь еще есть несколько вещей, о которых можно говорить дополнительно. Я сейчас тоже их прокомментирую в том числе, но мне было важно показать некую логику, в которой работаю я, для того, чтобы не было страшно жить со всем тем, что вы слышите сегодня в принципе в ходе марафона, чтобы вы могли завтра после наших встреч открыть вот спокойно себе доску и попробовать пораскладывать все мысли, которые у вас в том числе сегодня пришли. Как вы видите, за там 30-35 минут вы, я надеюсь, искренне почувствовали, что это не страшно. Ну, и дополнительно, да, тоже здесь, что еще, например, для меня важно, что я для себя веду, в том числе, я для себя веду некие области конкурентных преимуществ, потому что они мне также позволяют принимать решения, какие процессы сейчас мне важно выделить в работу, какие процессы важно взять, над какими процессами стоит думать. Более того, вот как вы видите в логике моей доски, я как раз вот над этим элементом области конкурентных преимуществ и над элементом макрофакторы я работаю перед тем, как разбить укрепленные элементы на дополнительные. Но, да, я не стала вам пудрить голову, потому что, во-первых, боялась, что не хватит времени, во-вторых, боялась, что не хватит времени. Но поскольку еще есть немного, у меня три минуты, я все-таки расскажу, да, что я здесь веду для себя. Многие тоже слышали некую такую мою логику, в которой я беру про конкурентные преимущества. Это некое пространство ваших основных конкурентных преимуществ, некоторое пространство ваших усиливающих конкурентных преимуществ и пространство ваших связывающих конкурентных преимуществ. То есть вы сюда можете добавлять, выписывать все, что вам угодно. Основные связаны с вашими, как правило, внутренними процессами, с вашим продуктом, с содержанием деятельности, с технологией создания продукта, с технологией обслуживания ваших клиентов. Усиливающие преимущества, они, как правило, связаны с внешним миром, как и представлены вовне. Есть ли у вас какой-то доступ к уникальным поставщикам, есть ли у вас какой-то доступ к уникальным финансам, есть ли у вас какой-то доступ к уникальным партнерам. Возможно, вы являетесь членами каких-то ассоциаций, советов, вы тоже считаете это своим преимуществом и так далее. Может быть, какие-то коллаборации вы являетесь членом или создаете, или вы являетесь держателем какой-то темы конкретной. И связывающие конкурентные преимущества — это то пространство, в принципе, людей, персон, которые вас поддерживают. Как вы видели, поскольку для меня это важно, я это переношу и сюда в подэлементы в том числе. Это и рекомендующие клиенты, амбассадоры, адвокаты бренда и т.д. Вот. То есть вот это пространство, еще раз повторю, я прорабатываю перед тем, как уходить в детализацию для того, чтобы мне было проще, для того, чтобы потом вот в эту доску подглядывать и вспоминать, о ничего ли я в том числе не забыла. Ну и такая доска макрофакторов, да, которые сегодня существуют в том числе и в моей организации во многих. Она разделена на несколько блоков. Если будет... Вот сейчас сдаваться в нее я не буду. Если будет интересно, тоже можем разобрать и завтра на умной субботе, потому что буду в том числе показывать и рассказывать, как пользоваться мира, как вот эти доски создавать, как вот эти вот всякие стикеры сюда клеить, можем как раз на примере в том числе вот этой доски посмотреть, если захотите, вдруг, если вы не сойдете с ума все-таки сегодня после нашей встречи, и заходите в том числе сюда погрузиться. Вот так вот коротко удалось, да, мне за 35 минут рассказать алгоритм, по которому я действую. Спасибо.